Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – модели представления знаний. Рассмотрим следующий вопрос. Формально-логическая модель, семантическая сеть и фрейм. Особенности знаний. Внутренняя интерпретированность. Каждая информационная единица должна иметь уникальное имя, по которому система находит имя, а также отвечает на запросы, в которых это имя упомянуто. Структурированность. Информационные единицы должны обладать гибкой структурой. Для них должен выполняться принцип матрешки, то есть рекурсивная вложенность одних информационных единиц в другие. Связанность. В информационной базе между информационными единицами должна быть предусмотрена возможность установления связей различного типа. Связи могут характеризовать отношения между информационными единицами. Семантика отношений может носить декларативный или процедурный характер. Две или более информационных единицы могут быть связаны отношениями. Отношения могут быть следующие. Одновременная и временная связь. Причина следственная. Быть рядом. Пространственная. Аргументы. Папы и пункты. Особенности знаний. Семантическая метрика характеризуется ситуационной близость информационных единиц, то есть силу ассоциативных связей между информационными единицами. Отношение релевантности позволяет проходить знания, близкие к уже найденным. И активность выполнения программ в интеллектуальных системах должно инициироваться в текущем состоянии информационной базы. Появление в базе новых факторов или описание событий, установление связей могут стать источником активации системы. Особенности первой по пятой информационных единиц определяет ту грань, за которой данные превращаются в знания, а база данных перерастает в базу знаний. Классификация знаний. Поверхностные и глубинные знания. Поверхностные знания. Описание структуры предметной области. Далее модель поведения предметной области. И описание предметной области в терминах функции и элементов. Далее. Знания как элементы сиометической системы. Знания представляются некой знаковой сиометической системой. В любой сиометической системе выделяют три аспекта. Три типа знаний. Сиометические. Характеризуют синтоксическую структуру описываемого объекта или явления, независимую от смысла и содержания, используемых при этом понятии. Сиометические. Содержат информацию, непосредственно связанную со значениями и смыслом описываемых явлений объектов. Прагматические. Описывают объекты и явления с точки зрения решаемой задачи. Третье. По постепенности. Процедурные и декларативные знания. Модели представления знаний. Входят туда два модели. Это эгоистические модели. Это интуиция, опыт, мастерство разработчиков. Фреймовые модели представления знаний. Симматические. И логические модели. Климатные, сиологические и продукционные модели. Фреймовые модели представления знаний. Теория фреймов. Автор Минский. Когда человек сталкивается с одной ценовой ситуацией, он извлекает из памяти определенную структуру, называемую фреймом. Эту хранящуюся в памяти систему следует при необходимости привести в соответствие с реальностью путем изменения ее деталей. Фрейм. Это структура данных, предназначенная для представления знаний о стереотипной ситуации. Причем детали фрейма с изменением текущей ситуации могут меняться. Структура фрейма. Фреймовая модель состоит из двух частей. Набора фреймов, составляющих библиотеку внутри представляемых знаний. Механизм преобразования фреймов, их связывания и т.д. Общая организация. Имя фрейма, двоеточие, имя слота 1, значение слота, имя слота 2, значение слота 2 и т.д. Слоты это некоторые незаполненные под структуры фрейма, заполнение которых приводит к тому, что данный фрейм ставится в соответствии с некоторой ситуацией, явлением или объектом. Структура фрейма, незаполненный фрейм, это может быть оболочка, образец, прототип фрейма, в котором отсутствует заполнитель и слота, называется протофреймом. Наличие такой оболочки позволяет осуществить процедуру внутренней интерпретации, благодаря которой данные в памяти системы не безлики, а имеют вполне определенный известный системе с веслом. Протофрейм представляет интенсиальное описание, заполненный фрейм называется экзофреймом. Экзофрейм соответствует экстенциальному представлению протофрейма. Структура имеет фреймы следующие. Значит, имя слота указывает указатель наследования, указатель атрибутов данных значений слота и сесть присоединенная процедура. Свойство фрейма. Каждый фрейм должен иметь уникальное имя в данной фреймовой системе. Фрейм состоит из произвольного количества слотов. Некоторые из них обычно определяются самой системой для выполнения специфических функций, а остальные – самим пользователям. Фреймы могут представлять иерархическую структуру, то есть реализовать принцип наследования. Реализация механизма наследования основана на использовании системных флотов. Так, в число системных слотов входит слот, указывающий на фрейм родителей, и слот указатель на дочери. Указатель наследования. Эти указатели касаются только фреймовых систем иерархического типа. Они показывают, какую информацию об атрибутах слотов во фрейме верхнего уровня исследуют слоты и потомки. Типичными указателями наследования являются у уникальных фреймов и потомки должны иметь различные уникальные значения этого слота. С, С, значит, такое же. Значение слота у всех потомков должно быть равным значению соответствующего слота фрейма прародителя. Р – интервал. Значение слота лежит в некоторых границах. О и игнорировать одновременно в выполнении функции указатель О и С. При соответствии с значением слота у фрейма потомка этим значением становится значение слота фрейма верхнего уровня С, но допустимое и указание нового значения слота у фрейма потомка О. Указатель атрибутов данных к возможным типам данных относится к литеральной константы. Тейч, реал, буллин, чат, текст, лист, тейвл, экспрешн, лист, фрейм. Значение слота. Значит, могут быть два значения. А – тип значений должен совпадать с типом указателя атрибута данного. И Б – в качестве значений будут вступать в выражения, содержащие обращение функции имена таблиц, списков других фреймов. Шестое свойство – это присоединенная процедура. Выделяет два типа присоединенных процедур. Процедура слуги и процедура демоны. Процедура слуги активизируется только при выполнении условий в определенных при создании фрейма. Процедура демоны активизируется при каждой попытке обращения к слоту. Среди разновидностей демонов можно отметить следующее. Если нужно активизироваться, если в момент обращения к слоту его значение не было задано. Если добавлено, запускается при занесении в слот значений. Если удалено, запускается при стирании значений слота. Достоинство фреймовых моделей. Представление знаний, основанных на фреймах, дает возможность хранить родовые уральские понятия в базе знаний в явной форме. Принцип наследования позволяет экономно расходовать память, проводить анализ ситуации при отсутствии ряда деталей. Фреймовая модель является достаточно универсальной, поскольку позволяет отобразить все многообразие знаний о реальном мире через фреймы структуры, использующие для обозначения объектов и понятий, фреймы роли, фреймы сценарий, фреймы ситуации. С помощью присоединенных процедур фреймовая система позволяет реализовать любой механизм управления выводом. И недостатки фреймовых моделей. Относительно высокая сложность фреймовых систем, что проявляется в снижении скорости работы механизма вывода, во увеличении трудоемкости, несении изменений в трудовую урархию. В фреймовых системах затруднено обработки исключений. Наиболее яркое достоинство фреймовых систем в представлении знаний проявляется в том случае, если родовидовая связь изменяется. И часто и предмет область насчитывает многие исключения. Разраненные части информации, объединенные во фрейм, не могут быть выстроены в последовательность высказываний. Иначе говоря, языки описания знаний во фреймовых моделей являются языками родственными, естественными, а ближе к изобретательным средствам. Отсутствует специальный механизм управления выводом, поэтому он обязуется с помощью присоединенных процедур. Семантическая сеть, множество вершин, каждая из которых соответствует определенному понятию, факту, явлению или процессу, а между вершинами заданы различные отношения и представления другами. Вершины помечены именами и описателями, содержащими нужную для понимания семантики вершину информации. Дуги также снабжены именами и описателями, задающими семантику отношений. С равно I, G1, G2, Gn, R, где I – это множество информационных единиц, представленных вершинами, G1, G2, Gn – это заданный набор типов отношений между информационными единицами, R – это отображение, задающее между информационными единицами, входящее в I, связи из заданного набора типов связи. Элементы семантической сети, вершины семантической сети, туда входят это понятие, события и свойства. Понятие, в свою очередь, представляет собой сверение в абстрактных и графических объектах предметного области или реального мира. Событие представляет собой действие, происходящее в реальном мире и определяется указанием типа действия, указанием роли, которые играют объекты в этом действии. Словество используется для уточнения понятий и событий, применительных понятий, они описывают особенности, характеристики, а применительных к событиям принадлежности, верения места. Типы объектов. Обобщенный объект. Некоторые известные и широко используемые программами испечения понятий, представляющие определенным образом некоторых типов объектов. Конкретный объект. Выделенный одиночной сущностью. Агрегатный объект составлен тем или иным способом из других объектов, являющихся его частями. Элементы семантической сети. Другие графы семантической сети отображают многообразие семантических отношений. Семантические отношения далее делятся на лингвистические отношения, которые отображают смысловую взаимосвязь между событиями, понятиями, свойствами. Лингвистические отношения бывают глагольные, время, вид, год, рот, залог, наклонение, атрибутивный, цвет, размер, фон, падежные. И логическое отношение. Это операции, используемые в исчислении высказывания. Дизункция, конъюнция, вец, импликация. Теоретика множественная. Это отношения под множеством отношений, части и целого отношений, множество элементов. Примерами таких отношений являются is a part of квантифированные отношения. Это отношения, которые используются в логические квантеры общности и их существования. Классификации отношений могут быть по количеству типов отношений. Выделяют однородные сети, неоднородные сети. Выделяют следующие типы отношений. Бинарные, энарные. Виды отношений также это иерархические, функциональные, количественные, пространственные, временные, атрибутивные, клаузальные, логические и лингвистические. Представление структуры понятий с семантической сетью. Основой для определения любого понятия является множество его отношений с другими понятиями. Обязательными отношениями является класс, которому принадлежит данное понятие, свойство, выделяющие конкретно понятия из всех понятий от данного класса и примеры, то есть экземпляры данного понятия. Связи понятия образуют структуру в общем случае сетевую, в которой используются как мнение два типа связи из A, от O. Представление событий с семантической сетью. При представлении событий предварительно выделяют простые отношения, которые характеризуют основные компоненты события. В первую очередь из событий выделяются действия, которые обычно описывают глаголы. Далее определяются объекты, которые действуют. Объекты, над которыми эти действия выполняются. Все связи, понятия, события, свойства с действием называют падежами или падежными отношениями, которые относятся к классу лингвистических отношений. Основные лингвистические отношения. Значит, падежи, падеж. Лингвистические отношения, определяющие связь действия с агентом, предметом, являющимся инициатором действия, объектом, предметом, подберегающимся действиями, источник, размещение предметов перед действием, приемник, размещение предметов после действия, время, момент выполнения действий, место, местное проведение действий, цель, действие другого события. Достоинства и недостатки семантических сетей. К достоинствам относятся большие выразительные возможности, естественность и наглядность системы знаний, представленные графические, близость к структуре сети, представляющей систему знаний, семантической структуре, фраз, естественно, языка. Данная модель более других соответствует современным представлениям оба организации долговременной памяти человека. К недостаткам относятся громоздкость и неэффективность представления знаний только аппаратом семантической сети, сложность организации в процедуре поиска нужного знания. Логические модели. Логическая модель представления знаний это совокупность фактов и правил. Факты представляются как формула в некоторой логической системе. База знаний – это совокупность формул. Формулы неделимы и при модификации баз знаний могут лишь добавляться и удаляться. Для представления знаний в математической логике пользуется числение критикатов, которые имеют частную формальную семантику и для него разработанную механизм вывода. Логическая модель – это модель представления знаний, в основе которой лежит формальная система. Логика лингвистическая модель – это модель, основанная на расширении формальной системы, в рамках которой вводятся процедуры изменений в серии или части элементов формальной системы в зависимости от решаемых задач. Логика имеет дело с выявлением обоснованности утверждений, то есть с методами, позволяющими доказать, можно ли данное заключение вывести, исходя из известных факторов. Логика бывает монотонная, немонотонная, четкая. Монотонная логика – это логика замкнутого мира, некоторая формальная система, то есть если на каком-либо шаге вывода получено утверждение, то оно действует и на последующих шагах. Немонотонная логика – это логика открытого мира, то есть утверждение при поступлении в систему новой информационной информации может изменяться. Эта логика характерна для интеллектуальных систем, имеющая дело со сложными интеллектуными областями. Если экспертные системы реализуют монотонную логику, то их называют статическими и синимонотонно-диагностическими. Нечеткая логика – это логика, в которой используются неколичественные, а качественные определения. Чаще всего это нечеткие определения лингвистической перемены, частота, часто, редко, очень редко, иногда всегда и тому подобное. Логический вывод – это последовательность рассуждений, приводящих к следствию с использованием максимума правил вывода. Одной из основных формул логики является формула «модус понес», которая выражает с формулой «если А есть В, то С есть Д». Стратегия управления выводом – это совокупность правил, с помощью которых организуется выбор правил в выводах формальных системах или выбор продукции, системы продукции и поиски решений. Стратегия вывода прямой, вывод – обратный выбор. Исчисление – это формальная система, задаваемая четверкой, где t – множество базовых символов исчислений, b – синтаксические правила, с помощью которых из элементов множества t порождаются в производстве элементов, b – множество опериорных стенок элементов исчислений, b – множество семантических правил, с помощью которых из одних элементов системы порождаются другими. Исчисление высказываний – это формальная система, базовыми элементами которой являются высказываниями, то есть нерасчлененные предложения, относительно которых в каждый момент времени можно утверждать, что они либо абсолютно истинны, либо абсолютно ложны. Исчисление высказываний изучает связи между высказываниями, которые задаются логическими связками. Исчисление высказываний является аксиоматической системой для классического высказываний. Все аксиомы – это истинные, а правила вывода не меняют его свойства. Достоинство недостаткового действия в модели, к достоинству относится на личную, единообразную формальную процедуру доказательства от теоремии, как следствие, возможно непосредственно допрограммировано из вывода синтетически правильных высказываний. И недостатки – это сложность использования при построении доказательств и эгристик, отражающих специфику в конкретных предметных областях. Только с помощью правил, задающих синтетически языка, нельзя установить истинность или ложность высказываний. Синтетически правильные высказывания могут быть симатически абсолютно несмысленными. Отсутствие средств структурирования используемых элементов и из таких специфических большая модель превращается в плохо обозримый конгломерат из-за независимых фактов, трудно поддающихся анализу и обработке, недопустимости противоволечия. Спасибо за внимание. Мы сегодня рассмотрели такие вопросы, касающие модели представления знаний. Это фреймы, симатическая сеть и логическая модель данных. Спасибо за внимание.